Больше двух миллионов жителей Крыма остались без электроэнергии в конце осени, в ночь на 22 ноября 2015 года, когда украинские активисты подорвали опоры высоковольтных ЛЭП в Херсонской области. Энергосистема полуострова перешла на изолированный режим работы, был введён режим ЧАЭС. Начали применяться веерные отключения потребителей от электроэнергии. Ситуация стала налаживаться после подключения первой ветки энергомоста с Кубани. Окончательно подача электроэнергии стабилизировалась после запуска уже четвёртой последней нитки. За время чрезвычайной ситуации проведены мероприятия, результатом которых стало недопущение гибели людей, меминизации финансовых потерь, недопущение технологических срывов на производствах, которые могли повлиять за собой крутомасштабные аварии и катастрофы и привести к иным чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Сети работают в тестовом режиме. Энергомост – новый объект. Ограничений для населения и предприятий на сегодняшний день не существует, но все мероприятия Министерства по энергоэффективности, энергосбережению мы сейчас активизировали. Это сейчас наш основной акцент. Будем смотреть, как мы пройдём курортный сезон. Надеюсь, никаких неприятных сюрпризов для населения не будет. Теперь главная задача всех ответственных ведомств – наладить работу сетей и оставаться в полной боевой готовности. В настоящее время отключение ограничений мы не вводим. В этом нет никакой необходимости. Баланс мощности это позволяет. Но основной задачей на летний период остаётся обеспечение курортного сезона выполнения. Поставлены вами задачи по передислокации генераторов с объектов теплоэнергетики. Сегодня они там не нужны. С объектов школ, там, где сегодня тоже работы приостановлены, на объекты санаторно-курортного комплекса. Такая работа организована. Составлен план перевозки. И дальнейшее предложение рассматривается для всех, кто пожелает зарезервировать включение таких генераторов на своих объектах. Шесть месяцев полуостров ждал энергонезависимости. И вот теперь все ограничения сняты. Отключений больше не будет ни в одном населённом пункте Крыма. По информации прокуратуры, Крыма ущерб предприятиям от прекращения поставок электроэнергии из Украины превысил миллиард рублей. Юлия Козырь, Служба новостей и ТВ.